МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнём мы с вами с подготовки овощей. Берём лук. Одна большая крупная луковица. Её мы должны будем нарезать с вами крупно. То есть вы видите, что я разрезаю лук напополам и каждую половинку на три части. Далее морковь тоже крупная, но не целая морковь, а её половина. Мы также нарезаем морковь крупно, кружками. И далее это опция по желанию. Вы можете обработать края моркови, обрезав их немножко ножом, придавая им округлой ровной формы. Это делается не только для красоты, у этого есть и другое предназначение. Но, в общем, вы можете это делать, а можете и нет. То есть без обрезки этой обойтись. Если у нас, допустим, кружки очень крупные, то их можно разрезать надвое, напополам. И также каждую половинку тоже обработать по краям, чтобы она была ровной и красивой, так же, как вы видели это прежде. Это делается по желанию. Для чего это делается? Так у нас больше шансов, что морковь у нас от долгой варки не развалится на куски, и плюс это красивее. А обрезки мы можем использовать в омлет или в другие блюда. Стараемся делать все безотходно. Теперь картофель. Крупные две штуки мы, соответственно, все овощи моем и чистим. Перед тем, как их нарезаем, картофель также нарезаем крупно. Вот я картофель разрезаю, каждую картофельную на две части, и затем каждую часть еще на две части. Также обрабатываю края картофеля, обрезая их немножко ножом. Удобнее, конечно, маленьким ножом, но у меня такой крупный под рукой. Придаем вам округлую форму для красоты, а также для практики приготовления, чтобы они не развалились на части от долгой варки. Далее зеленый лук. Два пера. Но в данном блюде, например, чем больше вы положите зеленого лука, тем будет вкуснее. У меня просто было только два перышка под рукой. Их можно крупно нарезать, можно прямо так заложить. Чеснок 5 зубчиков в общей сложности. Мы измельчаем любым удобным образом в блендере, ножом, как вам удобно. Курица. Мы используем любые ее части в общей сложности 1 кг. У меня сегодня бедра и грудка. Можно взять целую курицу, разделать на части, можно ножки. То есть все, что вы любите. И здесь мы видим наши подготовленные все овощи. Овощи вы можете тоже брать любые, какие хотите. Например, хоть даже кабачок, хоть тыкву. Все, что вы любите, все, что вам плетит в голову. Я, например, люблю картофель заменить на дайконы иногда, когда он есть. Теперь мы нарезаем курицу с вами крупно тоже. Закладываем ее в кастрюлю или же в глубокую сковороду, как у меня. Туда же закладываем овощи. Последовательность, в принципе, не имеет значения, но я люблю так. Заложила чеснок, потом заложила зеленый лук. Добавляю черный молотый перец, порошок пол чайной ложки в моем случае, или же по вкусу, как вам нравится. Я люблю много. То есть, видите, мы начали добавлять специи. Одновременно я закладываю овощи. Кладу лук по виде курицы. Я положила сначала под низ, а овощи кладу наверху. Лук, морковь и картофель. Потому что варить будем долго. И, чтобы начать варку с мяса, а овощи как бы более медленнее, протушивались. Я их кладу наверху. Красный молотый перец чили кучуткару, то есть порошок. 2 столовые ложки мы с вами добавляем. Затем сахар у меня коричневый. 3 столовые ложки. Можно белый, можно заменить его на сироп. То есть, какой-то подсластитель по вашему выбору. Соевый соус. Мы с вами добавляем 100 мл. Может быть светлый соевый соус, темный соевый соус и тот, и тот. Вода 200 мл. У нас ее туда заливаем. И добавляем острую чили пасту кучудян. 1 столовую ложку. Некоторые, кстати, не используют пасту кучудян в приготовлении этого блюда. Но я люблю с ней. Накрываем крышкой и доводим все это до кипения на сильном огне. Когда у нас все это закипело, мы снимаем крышку и нам нужно все это перемешать. Так у нас овощи были наверху. Ну, чтобы еще и соус все равномерно с вами покрыл. И пока что предпочтительно поместить картофель опять-таки наверх. Ну, и вообще в процессе его приготовления держим как бы овощи вверху, а курицу внизу. Перемешали. Накрываем все это с вами крышкой. И готовим на среднем огне под крышкой около 40 минут. От 40 минут до часа. Ну, то есть нам главное, чтобы все успело протушиться. И в процессе вот этого всего приготовления, то есть в течение вот этих от 40 минут до часа, мы время от времени несколько раз перемешиваем содержимое кастрюли. Ну, где-то там раза два-три. Нам главное, чтобы у нас мясо и овощи дошли до готовности, то есть они должны протушиться. Тогда, собственно говоря, блюдо считается готовым. И еще важно обратить внимание на то, чтобы у нас остался с вами соус для подливы, который мы будем поливать из самого блюда. Или уже можно даже при подаче, когда мы подаем блюдо с белым отварным рисом, поливать этой подливой и рисом, что очень вкусно. Собственно говоря, все блюдо готово. Мы подаем его к столу. Оно острое. Оно подается с белым отварным рисом. Оно идет как основное мясное блюдо. И можно подавать его с неострыми гарнирами. Желаю вам приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!